Скажите, пожалуйста, с чем ассоциируется 8 марта? С мамой. Мне кажется, что это праздник всех мам, в первую очередь. Маленьких мам, больших мам, бабушек наших, будущих мам. Я считаю, что это праздник мам. А вы, как считаете? Ну, аналогично, но еще всегда ассоциируется с чем? С весной, с веточкой мимозы, вообще с тюльпанами, с мимозой, с хорошим настроением. Мужчины, которые идут с цветами, нечасто это увидишь в течение года. С цветами, с женщинами, с солнцем, со счастьем. С праздником для мам и всех женщин, что они тоже достойны какого-то праздника, в их честь. С солнышком и мимозой. С тюльпанами. С любовью. С мимозой. В свое время это был единственный цветок, плюс тюльпаны. С весной, с улыбками, с солнышком, с хорошим настроением. С весной, с красками красивыми, с солнышком. С праздником, с началом весны, с каким-то таким началом новой жизни, так сказать. С праздником весны. Радости. И всего самого наилучшего. А что бы вы хотели получить на 8 марта? Тюльпаны. Очень люблю цветы тюльпанов. Всегда дарят мне дети, знакомые, близкие. Наверное, цветы, внимание, ну и чтобы сын, внук приехали к бабушке и к маме. Потому что это, в общем-то, внук, особенно это счастье. Ой, даже не знаю, что бы я хотел. Ну, цветы, конечно, цветы. Цветы, цветы, цветы. А так, дети, чтобы приехали. Подружки собрались. Мы всегда рядом. Да, мы всегда рядом. Чтобы настроение было у всех хорошее. А я тоже хотела бы, чтобы цветы подарили мне и моим близким. И чтобы все женщины были счастливы. Хотя бы в этот день. Общение с близкими, друзьями. А подарок? Ну, подарок, может, какой-нибудь цветы. Ну, может быть, мне хотелось бы слетать куда-нибудь в Крым. Ну, цветов будет достаточно, я думаю. Ну, а если что-то такое, более материальное, не знаю. Ну, возможно, что-нибудь вкусненькое, тортик. Доброту и тепло своих близких. А если что-то материальное? Материальное, если что-то. Ну, я слишком материальный человек. Поэтому что-то, наверное, нужное в хозяйстве. Это то, что необходимо от ложки до комбайна кухонного. Велосипед! Нет, ну, цветы. Цветы – это всегда приятно. Что детям не жалко для мамы? Вот то и получу. Хорошее настроение. А подарок какой? Ну, подарок. Подарок – это хорошее настроение. Радость от детей. Путевку в здоровье, наверное. Хорошо бы мне кто подарил путевку в санаторий. Какой был самый запоминающийся подарок или поздравление, которое вы получали? Яблоко. Давным-давно такое большое, крупное красное яблоко. Еще в институте, когда учились, с рынка мне рано утром привезли. Изумительно, было приятно. У меня постоянно хорошие подарки, поэтому выделить трудно. Внимание детей. Вот внучка у меня родилась. Вот у меня радость какая. Поздравление от моей сестры. Она мне подарила очень красивый цветок. Я очень люблю цветы. Этот цветок был голубого цвета. Как бы я о нем мечтала. Подарок от одноклассников. Они накрыли нам стол, включили музыку. Было очень хорошо. Запоминающий. Когда мне подарили 100 штук тюльпанов. Вот так. У меня все связано с тюльпанами. Конвертик с заветными денежками. Ну нет, просто подарок на красоту. Ну что-то такое нежное, приятное. Ну мой будущий зять, он приехал ко мне как раз так-то знакомиться серьезно уже на 8 марта. И он не тюльпана, не мимоза, он мне елочку в горшочке подарил. Оригинальный подарок. С надеждой на вечную зелень. Наверное. У меня, наверное, не самый оригинальный, но самый желанный, это всегда подарок моего сына. Сначала это была открытка из детского сада нарисованная. Потом какие-то тоже цветочки в горшочке на какие-то сэкономленные деньги. И что бы ни было, он всегда будет самым дорогим, это подарок от сына.